Ну что, собираемся потихонечку, будем обсуждать все возможные вопросы о компании «Финико». Финансовое вложение, вот как раз-таки, в которое я зарабатываю и зарабатывают многие-многие ребята, кто уже в компании. Welcome! Сейчас мы дождемся Анастасию. Она тоже будет сегодня вместе со мной, спикер. Давайте welcome. Ребят, пообщаемся, поболтаем, конечно же, на отрешенные темы, но самое главное... Так, Настя, Настя, ты где? Не вижу тебя. Самое главное, это, конечно же, мы обсудим заработок в интернете. Так, 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 Анастасия, вот все, я ее приглашаю. Всем привет-привет. Привет, красотка! Всем привет, всем добрый вечер, добрый день. У кого что? У всех отлично, у всех весна. Так, у втрою мы. Да, у всех весна. Да. Настюш,… Мы пока еще ждем, да? Ну, в принципе, можем начинать. Я сохраню, я думаю, прямой эфир. Давай еще минутку ждем. Я пока хочу поприветствовать всех, кто с нами сегодня в прямом эфире. Я вам хочу сказать, что мы с Либерж учли все ваши прошлые пожелания прошлого прямого эфира, что мы на очень ограниченное количество вопросов ответили, и поэтому у нас сегодня будет разбор платформы кэшбэк компании «Финника». Она, в принципе, очень достаточно простая, в ней несложно разобраться, и потом какое-то время, да, Либ, если ты не против, мы отведем именно на ответы, на вопросы. Ну, да, это одна из самых простых, наверное, платформ, на которые можно экономить и зарабатывать, вот, чтобы сильно не загружать вас, вот. Сейчас я больше чем уверена, что слово кэшбэк ни для кого не секрет. Все примерно понимают, что это такое, да, как бы ни у кого никаких особых таких вопросов не возникнет по этому поводу. Единственное, что всем, конечно же, будет интересна процентная ставка компании, да, почему мы так довольны этим кэшбэком, и, конечно же, способ заработка именно с кэшбэка, да, и экономии. Вот, поэтому я думаю, что многим это действительно понравится, это во-первых. Во-вторых, кстати, ребята, кто хочет узнать как можно больше о компании и прям углубиться в это во все, да, и непосредственно с нами быть постоянно на связи, в шапке моего Инстаграм есть активная ссылка на мой Телеграм-канал. Там все мы, и Настя, и я, и все. Так что можете переходить. И все там будет. Да, и все там будет. И все там будет. Вот, можете переходить, подписываться совершенно спокойно, да, и задавать вопросы уже в лоб, как бы, камерно, именно нам, а не так в прямом эфире. Да, сразу после прямого эфира я подготовлю в чат Телеграм всю информацию более доступную и более полную, где вы можете самостоятельно посмотреть, почитать, там будет такая хорошая презентация, где вот там будет все расписано уже в цифрах, чтобы я здесь вам на воздухе, да, там ни я, ни Либерш на воздухе вам цифрки не вырисовывали. Это все будет сегодня вечером уже в Телеграме. Да, да, в нашем чате. А, кстати, ты, Сергей, записал видео, нет, как заход? Или еще нет? Вот. Вот мы после прямого эфира. Очень хорошо. Очень хорошо. Да. Да, как мы заходим, сделаем, да, просто запишем ролик полный, как, каким образом мы заходим на платформу Кожбет. Ну, я думаю, можно начинать, как бы, ребята, те, кто у нас в Телеграм-канале, они подключатся или посмотрят в записи прямой эфир, вот. Кому интересно, я думаю, тоже останутся, кто вновь пришедший, посмотрят опять-таки в записи, если что. Да, да, да. Ну, с чего начнем? Так, ну что, ребят, давайте начнем сначала. Давайте начнем сначала. Сначала, значит, я вкратце одним словом скажу, что такое компания Финника, да. Финника – это инвестиционная компания, которая объединяет в себе несколько платформ как целевого, так и общего направления. Это если вот в целом. То есть это, скажем так, такой монстр, где на сегодняшний день есть по вашим потребностям, по вашим желаниям совершенно разнообразные платформы для улучшения качества в вашей сегодняшней жизни. Вот, это если в целом. Ну, в общем, да. Нет, я простым языком могу сказать, что если вы никогда не сталкивались с заработком в интернете и никогда не сталкивались в инвестиционном, ну, вот, плане, да, как бы, как вкладывать, что делать со своими денежками, можно хотя бы для начала просто начать экономить. Вот, не надо никуда ничего вкладывать, не надо ничего делать, да, как бы, пока вы не узнаете как можно больше информации про компанию, да, можно просто начать элементарно экономить. Вот об этом сегодня как бы и хотелось бы поговорить, да, не сразу же вас кидать как на амбразуру, да, и говорить, вот, нужно вложить деньги. Вот, например, я именно так и сделала. Я вложила деньги, я получаю свои дивиденды, я разобралась и четко понимаю, что дальше мне делать. В вашем же случае Настя вот любезно согласилась предоставить информацию именно о кэшбэке. Как же все-таки можно экономить? Настя, расскажи моим подписчикам, потому что это будет интересно и мне в том числе, я-то хоть и разобралась, просто я, ты знаешь, почему я не заходила на кэшбэк. Я потом скажу. Повторение мать и чайник. Да, да, информации много не бывает, поэтому поехали. Значит, смотрите, слово кэшбэк сегодня уже понятно для всех. И дети знают, что такое кэшбэк, да, и мы все с удовольствием пользуемся картами, и когда приходим в магазин и какую-то совершаем покупку или покупаем какую-то одежду, нам говорят, вот, вы потратили такую-то сумму, там, часть денег, мы вам вернем на кэшбэк. Но потратить вы их можете, опять же, только в нашем магазине, да, расплатившись за товар. Это просто грамотно, конечно, продуманный ход маркетологов, чтобы удержать клиентов, чтобы вернуть клиентов. Что нам предлагает платформа Финика? Она говорит, ребят, покупайте, что хотите, оплачивайте, что хотите, и забирайте 15, от 15 до 25 процентов на вашу карту живыми деньгами. Вы понимаете, да? Смотрите, вот опять, да, более простым языком, да, я как потребитель. Вот Настя знает, недавно только с ней разговаривали, Настя у меня спрашивает, Либерша, почему ты до сих пор не зашла на платформу кэшбэк? Почему ты там до сих пор не зарабатываешь и не экономишь деньги? У меня был не то, что… Это даже не страх, ребята, это некие сомнения по поводу кэшбэка, потому что я не понимала, какую сумму в месяц я трачу, чтобы четко можно было высчитать, сколько я после этого получу. Это раз, и два, сколько мне нужно положить денег на кэшбэк для того, чтобы получить хороший бонус. Весь февраль месяц я высчитывала, смотрела, сколько же я трачу в магазинах, не знаю, в салонах, элементарно на дорогу, на такси, бензин, абсолютно на все. Я сумму выявила свою приблизительную. Вот, ребят, вот ту сумму, которую вы тратите в месяц, я когда прикинула, что мне от этой суммы обратно вернется еще минимум 15%, я чуть не рухнула. Я думаю, ну нифига себе, это что такое? Это получается, я прихожу с тысячей рублями в магазин, покупаю там себе, не знаю, шампунь, пускай, да, там, покупаю себе шампунь, отдаю тысячу рублей, она стоит тысячу рублей, и ухожу спокойно. И все, и как бы все, моя тысяча исчезла, и нету ее. А тут мне возвращается до 25% с этой тысячи рублей. Так вот дальше, раз вы все равно потратите эту тысячу рублей, и эти 25% вам в принципе роли никакой не играют, ну правильно, вы же все равно купите что-то. Ну, даже если они вам вернутся, по идее, этих денег не должно быть у вас. Понимаете, о чем я говорю, да? Даже если вам компания Финника возвращает эти деньги, вы можете их не трогать, вы можете просто их откладывать. И это и будет являться стартом вашего некого капитала для того, чтобы потом его грамотно инвестировать. Вы понимаете то, что вам не нужно инвестировать свои деньги, которые вы, например, откладывали на покупку машины или еще что-то. Нет, не вкладывайте. Большую сумму. Да, большую сумму. Вы можете, например, для себя понять, например, я в месяц трачу там, пускай на салоны красоты, возьмем только салоны красоты, 20 тысяч рублей. Ну, вот так вот. Или, в принципе, я трачу в месяц 20 тысяч рублей на те или иные средства, покупки какие-то. Вы эти 20 тысяч кладете на кэшбэк компании Финника, покупаете также все свои вещи, продукты, все тому, что нужно, тратите эти 20 тысяч. Получается, тратите на 20 тысяч суммы продуктов, собираете чеки с этих продуктов. Это, кстати, одно из самых важных, что должно быть. Это просто наличие чека. Пришли, купили булочку, чек забрали, чек сфотографировали, отправили в Финника, понимаете, в компанию. Все, вам в обратку возвращается ваш процент. Ну, вот только единственное, что призываю всех не тратить этот процент. Можно, конечно, их снимать. Можно. Но вот я задалась целью не снимать деньги, а именно их копить. И как бы их можно переводить… Ну, ребят, да, правильно же говорят. Сэкономил, значит, заработал. Это не мудрость. Таки да. Поэтому да. Поэтому можно помаленьку копить. Даже вот с этих возвратных бонусов, я вам дальше расскажу по цифрам, чуть-чуть пониже. И пускай уйдет 3, 4, 5 месяцев. Они все равно так или иначе пройдут. Но они могут пройти с плюсом, а могут просто пройти и пройти. Да. И пройти, да. Что касается платформы кэшбэк, опять-таки это очень будет, скажем так, интересно как раз-таки для тех, кто очень сильно боится там, или боится рискнуть, или сомневается в компании. Платформа кэшбэк – это платформа с ежедневными начислениями. То есть вы отслеживаете возвратный бонус каждый день. Зашли, сделали скрин, посмотрели, все пришло, денежки прилетели, и едем дальше. Значит, что из себя представляет кэшбэк-сервис? Как мы уже сказали, если беж 15% с любой покупки, от 15% с любой покупки, из любой точки мира, неважно в какой стране, в каком городе вы находитесь. Есть интернет, есть чеки, есть телефон. Этого достаточно. Значит, плюс к этому, к возвратным бонусам, скажем так, к возвратному кэшбэку, плюс 6% на депозит ежемесячно. То есть та сумма, которая у вас лежит на депозите. Совершенно неважно, отсканировали ли вы чеки, да, или вы просто положили на депозит. Плюс к этому, к возврату кэшбэка от 15%, плюс 6% ежемесячно. Просто так. Даже если вы не потратили ничего и не отправили ни одного чека, но если вы положили на кэшбэк 10 тысяч рублей, то спустя месяц, если вы ничего не потратили, не отправили ни одного из чеков, да, будет плюс 10% от суммы, которая лежит у вас на кэшбэке. Да, да, 6% в месяц, это 70, по-моему, если я не ошибаюсь, 2% годовых. Конечно, положите сегодня 10 тысяч в любой банк. Какую ставку вам предложит банк и сколько вы через год снимите. 6% годовых. Да, то есть снимите, там 10 тысяч с 60 рублей. Я потом, те ребята, кто зайдут в чат, я потом вам еще дополнительно расскажу про один лайфхак. Как можно... А как расплачиваются обычные карты? Обычные карты. Любой карты. Обычные карты. Вы деньги выводите на свою карту вашего банка. Сбер, там что у вас, Деньков, БТБ. Спрашивают, как расплачиваются в магазинах, они имеют в виду. Расплачиваются обычные карты своей. Выходите, тратите, как обычно, свои деньги вот со своей картой. Просто единственное, вы чей не выделываете. Вы делаете скрины. Как бы, ну, скрины чека. И отправляйте на клинику. Вам нужен QR-код с чека. Вы забрали чек, сделали QR-код, сфотографировали его, он у вас улетел, улетел в компанию, что вы тут же проверяете ваш возвратный бонус. Плюс ко всему этому, для тех, кто хочет, хотел бы еще дополнительно зарабатывать на кэшбэк, не только, допустим, экономить и приумножать, а зарабатывать, также действует партнерская программа. Но об этом уже в чате. Да, подробнее в чате, думаю, ну, в телеграм-канале, да, об этом поговорим? Да, 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 да. Ну, я тоже так думаю. Смотрите, ребят, да, как бы сейчас мы объясняем момент того, что каждый из вас может просто начать хотя бы элементарно экономить. Вот, ну, просто элементарно. Не хочу углубляться, почему, например, я зарабатываю в Пиннике, да, и по каким причинам я вот прям... Ну, ребят, если я начну называть суммы, как бы вы покрутите возле головы и скажете Либер, что, серьезно, что ли? Ну, как бы, да. Такого не может быть. Вот, поэтому те, кто хочет хотя бы попробовать изначально, да, себя вот в этой сфере хотя бы окунуться на чуть-чуть, да, как говорится, зайти, посмотреть, что же это такое и получить маленький, но приятный бонус. Ну, как маленький, маленький, не бега себе, вот 15% нормальный бонус, да, и вкусить вот этот вот момент денежки, которая к тебе обратно возвращается, welcome в телеграм-канал. Там прям подробненько можно будет расписать все. Ну, просто в телеграм-канале, да, там помимо тех, кто заходит на кэшбэк, да, есть еще и другие люди, которые являются уже инвесторами. Кто-то вот у нас, да, будет заходить приобретать авто, ипотеку тоже, но рассматриваем, да, приобретение квартиры. Вам пока, да, ну, почему? Как бы, если вы разбираетесь, то да, но пока... Вам пока не надо. Пока, да. Вам пока не надо. Пропробуйте хотя бы на чуть-чуть, вот так вот, посмотрите, так, ну, отлично, это значит, если я 30 тысяч потратила, мне 15% вернется, это значит, какая хорошая сумма, и она вся ваша. Так, Либерш. Да, совершенно верно. Значит, да, был вопрос, Либерш, мы прочитали, какая сумма, какая сумма депозита. Значит, смотрите, вы пополняете ваш депозит. Сегодня вход, скажем так, на платформу кэшбэка от 100 долларов. От 100 долларов. Да, все слои на тысяч. Положили, при чем? При всем при том, что ваш депозит, если вы завели его на платформу кэшбэк, он там не остается, то есть это тело не замораживается, вы в любой момент сможете это тело вывести обратно себе на карту. То есть не хотите вы больше получать бонусов, да, и возвратного кэша поставили основное, вывели все проценты, которые есть, да, и поставили основное тело на вывод. Вот это самое главное. В течение 21 работа. Да, вот это самое главное. Ребят, понимаете, да, вы 100 долларов на финика, это минимальный заход, да, 100 долларов кладете, их же и можете обратно забрать. Ну, как бы, это, ну, не проблема. Это не так, что вы покупаете что-то и все, и вам ничего не дают ни продукции, ни денег, и вообще, в принципе, пока вы не разберетесь и не сможете. Нет, сразу же вы положили, начали разбираться, разобрались, начали покупать, покупаете, возвращаете кэшбэк и радуетесь. Совершенно верно, совершенно верно. Кому на сегодняшний день полезен кэшбэк? Я не могу найти тот сегмент населения, которому бы кэшбэк был бесполезен, да, если вы там родите, вы оплачиваете детский сад, вы оплачиваете различные спортивные секции, да, школы искусств, куда ходят ваши детки, вы оплачиваете образование, вы оплачиваете ЖКХ, вы ходите в аптеку, вы лечите зубы. И это все с кэшбэком. Вот люди немножечко не понимают, потому что все привыкли, что там, я не знаю, там пошел в литуаль, то только в литуаль ты кэшбэк получаешь, да, как бы возврат, и больше нигде. Ну, у меня есть, вот как бы в литуале я возврат получаю, и только в литуале могу потратить его, да, это я к примеру. Или, например, на заправке, да, вот я бензин ежедневно себе приобретаю, да, как бы машину заправляю, да, и только вот на определенной заправке я могу заправиться так, чтобы мне еще и вернулись здесь. Нет, финика, что бы вы ни приобретали, что бы вы ни заправляли, куда бы вы ни ходили, коммунальные услуги, не знаю, Макдак вы захотели, хотя Макдональдс, там суши я люблю, заказываю суши. Со всего абсолютно возврат, со всего. Да, даже вот смотри, вот у меня есть знакомая моя приятельница хорошая, она художница, у вас есть хобби, да, какое-то ваше хобби, ваше любимое дело, на которое, ну там, зарабатываете вы там или не зарабатываете, да, смотря на сколько профессионально вы это делаете, вы все равно расходные материалы пойдете покупать. Она говорит, она мне расскажет, кисти там, кисти там, за кисть там, от двух, с вами до трех тысяч, это наверняка не предел, да, но если вы уже пошли потратить деньги на свое хобби, на закуп материалов, да, тех или иных, может быть там, кто-то вяжет, кто-то шьет там одежду собачкам, кто-то там делает кукол, и есть понимание, что неплохо было бы вернуть хотя бы часть, 20 процентов, да, 20 процентов обратно, почему нет? Да, и я, между прочим, вот тоже, да, ты сейчас напомнила, я вот за февраль месяц считала по идее только то, что сугубо я лично трачу на себя, только я на себя, я не брала в расчет студию лазерной эпиляции, например, одних только шапочек, и вы себе не представляете расходник какой идет, это просто, и если это все суммировать, ну короче, вообще, я уже задалась целью, у меня в голове все устаканилось, я четко поняла, по какой причине, я с октября месяца, октябрь, да, с октября месяца я нахожусь в компании Финника, и с октября месяца я тупица, и я до сих пор не на кэшбэте, вот, ну, я по-другому не могу. А я тебе тоже говорила, надо идти на кэшбэ, надо разобрать, мы, кстати, у нас тоже было аналогично, ребят, как бы мы тоже ничем не отличаемся от остальных людей, когда мы принимали решения на те платформы, которые, на которые мы будем заходить, да, вот, ну, это тупо инвестиции, скажем так, ну, не 20 тысяч рублей, мы послушали про кэшбэк, я сказала, ну, неплохо, и все. А когда мы начали изучать его уже более углубленно, когда уже мы включили мозг, и когда начали уже смотреть и считать, или вершевую, либо надо срочно идти на, например, потрясающая платформа, сэкономил, значит, заработал, а это уже плюс, это уже плюс, поэтому разбирайтесь. Опять же, ребята, пожалуйста, вы услышите, вот, тоже читаю комментарии о гарантиях, там, да, или там, о чем вы докажете, вы там тащите, мы никого, никуда, насильно не тащим, мы, слепеш, даем вам информацию, хотите так же, как мы, пойдемте разбираться вместе, это ваше право, мы даем вам право выбора, и мнение каждого человека сегодня имеет место быть. Да, ну, даже элементарно, я могу сказать, да, вот, ну, ни для кого не секрет, да, то, что, как бы, посты в Инстаграм, да, стоят денег, ну, вот, будем откровенны, пост в Инстаграм, да, у блогеров, в основном, он оплачиваемый, и он стоит денег, так, я могу сказать так, что люди, которые заходят, например, в Пинника, ко мне в команду, совершенно спокойно, без оплат, без ничего, да, могут рассказать о себе, могут рассказать о своей деятельности, могут рассказать о том, чем они занимаются, дабы повысить степень, там, элементарно даже, не знаю, популярности, или потоков клиентуры к себе, вы понимаете, да, как бы, моя команда пользуется абсолютно всеми моими ресурсами, да, вот Настя находится, например, абсолютно в другом городе, однако нам не мешает выходить вот так вот в прямом эфире, все, кто у нее в городе находится, и все, кто ее знают, я больше чем уверена, кто-то на меня подписан, да, там у тебя из подписчиков тоже есть ребята, они точно так же смотрят, пытаются понять, и приходят к нам, начинают зарабатывать, и потом говорят, блин, какие мы придурочные были раньше, вот, так что welcome. Давай вопросы, если есть вопросы, дорогие друзья, пишите, если в целом все понятно, и нужна более глубокая информация с цифрами, с документами, как бы там было написано, да? Заходите в телеграм-канал, в шапке инстаграм, телеграм-канал, в котором подробненько все, все, все указано, расписано, что, где, как, кто создатель непосредственно компании Финника, кстати, я думаю, в ближайшее время мы с ним сможем выйти тоже в прямой эфир, пообщаться, вот, и вы сможете так же ему задать вопросы, которые вас интересуют, но желательно, конечно, перед тем, как задавать человеку вопросы, зайти в телеграм-канал, посмотреть всю информацию, для себя устаканить все в голове, понять, и потом дальше уже, естественно, будучи более-менее осознанным в этом плане, задавать свои вопросы. Слиберша, кто, ребята, кто из Кузбасса? Мы из Кузбасса, мы Кемерово. Либерша к нам прилетает в марте месяце, поэтому добро пожаловать к Кемеровской области, Новокузнецк, Прокопьевск, Белово, Ленинска, Анжерка, что там у нас? Айга! Приезжайте, приезжайте, будем встречаться, будем общаться, скорее всего, будет неформальная обстановка, чтобы было, чтобы общение прошло на лайте, без какого-то там лишнего официоза, потому что... Это не будет какой-то презентации или еще что-то, просто на своем примере покажу цифры, покажу моменты своего заработка, и пообщаемся, мы узнаем друг у друга, кто чем занимается, потому что даже элементарно, кстати, в Штатах очень распространено бизнесмены из разных уголков страны вообще в принципе встречаются на каких-то закрытых таких мероприятиях, люди, которые чем-то занимаются, вне зависимости, какая сфера деятельности, и просто обмениваются опытом между собой. Вот будет что-то наподобие, люди, которые занимаются... У кого свое дело, у кого нету дела, например, ищет еще себя, кто уже нашел себя, но он в творчестве весь, в творческом полете. Абсолютно все люди welcome, и все сможем зарабатывать и уже зарабатывать, в принципе. Еще раз говорю так, кто-то написал, какие гарантии. Блин, честно, вот давайте я вам так скажу, вот потому что меня этот вопрос, да, подкидывает всегда. Объясню, по какой причине. Гарантии, гарантии, это вопрос, она осуществляет нам. Это идиотизм. Вот подкидывает по одной простой причине. Ой, вот где гарантии, что я сейчас не отключу прямой эфир, не выйду в магазин за, там, не знаю, за молоком, и мне ни хера, нет, не знаю, снег на бушку. Вот где гарантии? А что, дайте мне эту гарантию. Не, ну дайте мне эту гарантию, ребят. В чем проблема-то? А, нет, да? Нет такой гарантии. А в чем есть гарантии? Я никогда не даю долг людям, которые говорят, я тебе 100% отдам. Какие 100% ты мне можешь дать? Вот что за фраза, я тебе 100% отдам, 100% отдам. Меня пугают такие люди, которые дают совершенно спокойно 100% гарантии за то, за что они не могут нести вообще никакой ответственности. Никогда. ты взял деньги, например, в долг, и ты не знаешь, что с тобой будет. Просто, ну как бы, ну это удивительно. Конечно, нет гарантии. И когда я заходила, не было гарантии. И ни у кого нету гарантии. Ни на что. Я, открывая лазерную студию эпиляции, а где гарантии, что она окупится? Кто мне дал эту гарантию? Кто мне дал эту гарантию? То, что, да, ребят, вот метро, метро Тульская стопудово там вот прям попрет. Вот, да. Вот в этом, вот стопудово прям, вот этот лазерный аппарат прям вот, ну вот вообще стопудово. Понимаете? Ребята, вы либо идете к своей цели и учитесь максимум выжимать из тех ресурсов, которые вам предоставляет вообще жизнь, мир, разбираетесь в этом, учитесь. Интернет, интернет. А? Да. Такие возможности дают сегодня интернет. Как можно быть просто юзером в плане, ну просто, вот я по-другому не могу сказать, тупо скачать Инстаграм, не занимаясь Инстаграмом, например. Ну это бред какой-то. Или сидеть за закрытыми аккаунтами, да, смысл сидеть, да, но если ты скачиваешь, ну делай по максимуму, прокачивай свой инст, делай деньги в интернете, пользуйся всеми ресурсами, которые дает тебе, ну это просто вот мне удивительно, мне странно. Тем более, когда вот люди, 21 век, вы перейдя в Телеграм-канал со мной на связи постоянно, вы можете себе представить, да, как бы это не просто так, дождаться ли беж, когда она выйдет в прямой эфир, копию попить. Нет, вы зашли в Телеграм-канал, вы заходите на кэшбэк, вы спрашиваете, что да как, мы начинаем общение с вами, все, мы постоянно на связи. Так и делаются деньги, так и делаются дела. И не спрашивайте, никогда ни у кого стопроцентной гарантии. Ну я не знаю, кто даст эту стопроцентную гарантию. Даже тест, даже тест ДНК дает 99 с чем-то процентом, понимаете, все равно один, один к одну долю оставляет авось, да. Так что нет ничего такого. Чтобы получить гарантии или получить как можно больше ответов на ваши вопросы, нужно как минимум начать разбираться. Разбираться не из желтой прессы и не из каких-то непонятных источников, а идти на официальные сайты. Посетите хотя бы одну конференцию, которая официальная конференция. Да, если у вас есть сегодня на это деньги. Опять же, если денег нет, сегодня сидеть и может каждый, но, к сожалению, как правило, это делают люди не от большого ума. К сожалению. Поэтому разбирайтесь, учите, развивайтесь, развивайте какие-то для себя новые горизонты. Пишет, везде гарантии есть. Где везде? Везде гарантии есть, где не кидают. Ребята, вот как раз-таки гарантии там, где кидают. Какие гарантии? Запомните, раз мы с вами, когда люди говорят, что пудово сейчас зайдешь, и что пудово, вот у вас 100% прям вообще сейчас просто. Забудьте, бегите оттуда. Никогда, никогда, вам ни на одной финансовой бирже никогда не скажут, сколько будет завтра стоить золото, 100%. Ни на одной финансовой бирже. Вы посмотрите, что происходит на рынке, на финансовом рынке, вообще, в принципе, на бирже. Вы следите, нет, кто вам даст гарантии, что евро 100% будет всегда вот стоить вот столько. Никто не даст. Однако, вы идете в банк и меняете рубли на евро и обратно, и туда-сюда. Это принцип тот же самый, чем и зарабатывает компания. Да, я бы еще хотела сказать о том, что, когда говорят, я часто слышу такие, ну, скажем так, возражения. Вот, там, Доронин, это там мошенники, да, это там лохотрон. Компания существует уже четвертый год. Давайте так, если вы опираетесь на, если вы что-то говорите, вы какие-то, дайте какую-то доказательную базу, да, за четвертый год компания на рынке, покажите нам хоть одного человека, если вы сегодня от обратного идете и утверждаете, что это лохотрон, покажите нам, скиньте либер, хотя бы одного недовольного из компании. Одного человека, кого компания обманула, кому компания не выплатила, кому компания не додала. А что вы бисерты перед хрюшками? Вы слышите слова людей, которые не находятся в компании, понимаете? Которые не в компании. Вот я могу сказать, очень много и сетевых компаний, как вы говорите, пирамид или еще, финика не относится ни к тому, ни к другому, понимаете? Вы сами себе хозяева в этой компании. Вы пользуетесь теми ресурсами, которые вам удобны для заработка денег. И все, как бы с вас никто ничего не потребует, не спросит с вас, абсолютно. Вы сами отдаете себе отчет, что вы делаете, да, для того, чтобы вернуть либо кэшбэк, либо, может быть, заработать даже деньги с кэшбэк, может быть, вложить деньги, чтобы получить лучший процент. Вы сами все это делаете. Вот у меня очень много знакомых, которые, зайдя в ту или иную компанию, потом, например, разочаровывают, чтобы не выходят и говорят, нет, меня там не устроило. в Финнике нет ни одного человека, которого бы что-то не устроило. Вот который бы вышел и сказал, нет, это не мое, и я ухожу. Нет ни одного человека, который... Меня обманули. Да, да, меня обманули, мне сказали, что будет там вот это, а вот это будет машина, а меня обманули. Ну так вы покажите, если вы сегодня беретесь аргументировать, да, компанию, какие-то давать свои комментарии, какие-то заключения, вы что при этом делаете? Если вы сегодня лежите на диване, чешете пузо и пишете прямой эфир, что компания Финника Лохотрон, ну, ребята, ну, дай Бог вам здоровья, что я могу вам еще сказать. Просто я могу сказать так, вы можете со стороны, ну, давай так, вы можете просто со стороны наблюдать за развитием других людей. Вот и все. Это печально, это престорно, но, к сожалению, это вот удел людей, которые критикуют, еще ни разу не по попробовал. Понимаете? Это как маленьким детям, когда на, попробуй, когда он ни разу не пробовал, например, ту или иную вещь, да, на, попробуй, он сразу же говорит, нет, не хочу, не буду, да, вот, все, у него капризы. Он еще не попробовал, он не знает, что это такое, ну, не хочу и не буду, понимаете? А потом, когда все-таки, если ему удается, запихнуть, да, и даже пораспробовать, а, вкусничка, оказывается, это шоколад, а я думал, не то, ну что, есть у нас основная, минимальная, что самое минимальное 75 тысяч? Что-то не так. Самая, самая минимальная вздума депозита, это 100 долларов, как раз-таки, это на ту программу, на ту платформу, о которой мы сегодня поговорили, далее вся информация будет в чатах. Ребят, вот видите, вот один написал 75 тысяч, и все остальные, еба 70 штук, вот вы слышите нас? Что вы читаете? Вот кто вам там написал 70 тысяч? Вот вы знаете человека, который вам написал сейчас в комментариях, 70 тысяч заход? Это кто вообще там написал? Сижу я, человек, который пиника, сидит Настя, человек, который пиника, люди, которые зарабатывают, пытаются вам донести информацию. Кто-то в комментариях написал, заход 75 штук, и понеслось. О, 70 тысяч! Где вы услышали слово 70 тысяч из наших уст? Вот так и рождается сплетня, и, блин, неадекватность по отношению к любому бизнесу. Вот абсолютно к любому бизнесу. Не знаю, у одного пластического хирурга, там, не знаю, один пластический хирург испоганил нос кому-нибудь, да, из, там, пускай популярных или непопулярных людей, да, все, все пластические хирурги автоматически, это просто ушли паны, и им давай отмазываться тоже, за какого-то одного неадекватного. Вот это, вот всех под одну гребенку, вот удивительно просто. Смотрите и слушайте тех людей, которые уже зарабатывают, которые уже в компании, и которые могут до вас донести информацию, основываясь на собственном опыте, а не вычитав это где-то в Инстаграм, в Интернете, или еще где-то. Вот это, вот запомните, это и по жизни вам поможет. Никогда не слушайте сплетни. Если вы сидите в компании, да, если к вам приходит человек и начинает про кого-то рассказывать что-то, пропускайте это мимо ушей, понимаете? Очень легко о чем-то говорить или о ком-то, когда нет его непосредственно вот здесь вот при тебе, как бы вот рядом, вот здесь вот. Это 7 тысяч, да, 7 тысяч, вот 7 тысяч, да, это кто-то, видимо, может не расслышали, 77 тысяч. Разница есть, да. 100 долларов, 100 долларов. 100 долларов, это где-то в районе 7-7 с половиной тысяч рублей сегодня. Причем эти 100 долларов, как вы положили, так же можете их и снять. Да, в любой момент. Как бы тут проблем нет. В любой момент. Самое сложное в компании, самое сложное, это зарегистрироваться. Это первый ваш шаг. Вот я вам реально говорю, самое сложное, чтобы разобраться, это зарегистрироваться, потому что нужно пройти официально верификацию, да, там с паспортными данными, со всем остальным, ребят. Это не просто вам какая-то шарашкина контора, это действительно сильная, мощная организация, которая зарабатывает и дает возможность заработать людям нормально, по нормальной процентной ставке. Вы посмотрите, даже, а что только уходить, Сбербанк, видели, наверное, все видео, да, где находятся эти отделения Сбербанка. Какая ставка у нас процентная годовая в Сбербанке, там, на ипотеку и на все остальное, под офигели? И тут же показывают видео от того же Сбербанка, но, по-моему, то ли в Латвии, то ли где-то, да, там процентная ставка намного выше. Вопрос, по какой причине, по какой причине в России, вот, учитывая, что это наш банк, да, процентная ставка намного ниже, нежели тот же Сбербанк, но где-то за границей. Вот я не хочу, чтобы у меня была процентная ставка ниже. Я хочу зарабатывать. Все мы рискуем. И даже в банк, кладя деньги, мы тоже рискуем. На карте деньги каждый мошенник может добраться и до вашего счета. Мы рискуем каждый день, каждый раз. Но я хочу рискнуть и забрать свое, чем не рисковать и потерять вообще любую возможность как бы заработать, хоть как-то. Так что я говорю еще раз, ребят, я, давайте я вот откровенно скажу, вот не откровенно, а чисто по-человечески скажу. Вот говна не посоветую. Вот и все. Опять-таки все проверено на себе. Вот и все. Как бы у меня аргументы такие, следующие. Это то, что у меня происходит непосредственно рост компании. Я могу это предоставить. Я могу предоставить момент, по какой причине я вот именно на кэшбэк обратила внимание и почему я вложилась как инвестор. и сколько я уже заработала. Настюшка. Да. В общем, вот так вот. Так что... Да, если вопросов нет таких глобальных или наоборот, если вопросы есть глобальные, сейчас мы все идем в Телеграм, я подготовлю для вас, я подготовила уже для вас весь материал для тех, кому будет интересно. Ребят, тем, кому не интересно, не тратьте время, не тратьте свою энергию, не тратьте силы. Идите, включите сериал или там НТВ и посмотрите какую-нибудь передачку. Давайте в чат только те, кто за здравый гибель. Угу. Угу. Вот. Так, сейчас я читаю. Ну вот, вот люди пишут. Я говорю, слушайте финикийцев, да, не слушайте тех, кто еще даже не заходил на платформу. Да, конечно. Все познается в сравнении. Кстати, я забыла сказать, но я не могу об этом, ребят, не сказать. Я бы даже себе сделала пометку, но я очень хочу об этом сказать. Я когда писала сегодня, анализировала, для кого может быть сегодня полезен кэшбэк, актуален кэшбэк, там, родители, там, предприниматели, хобби, там, занимаетесь спортом, да, там, у вас там ваш личный тренер, там, или вы покупаете абонемент, возвращаете, так или иначе. я очень хочу сказать, сейчас обратиться к сетевикам. Ребята, вы, если здесь есть сетевики, да, те, которые работают в, именно в классическом сетевом маркетинге, есть цена каталога, есть цена та, которая для партнера, там, разница плюс-минус, там, 25-30 процентов. Вы еще и от цены каталога минус, точнее, плюс можете забирать себе еще плюс 20 процентов деньгами. Сетевики, вот, вот, этому, этой платформе аналогов в мире ни у одной компании, я вам отвечаю, пока нет. Вот так вот. Поэтому думайте, думайте, думайте и идите в чат. Да, идемте ко мне в телеграм-канал, вот, переходите по ссылке в шапке Инстаграм, прямой эфир я обязательно сохраню, ребят, и, в конце концов, для себя, просто лично для себя попробуйте разобраться, попробуйте посмотреть, что же это такое и как же, с чем это едят. Я больше чем уверена, что 90 процентов, кто здесь сейчас находится, да, в прямом эфире, и кто посмотрит после в записи этот прямой эфир, если они зайдут и разберутся в компании, они потом мне скажут, Либерш, спасибо, Настя, спасибо, блин, компания Финика, спасибо, потому что, действительно, мы поняли, что это такое. Вы понимаете, после компании Финика, после того, как вы разберетесь вообще во всей системе, вы после этого сможете совершенно спокойно в любой другой компании, да, если вы захотите продолжить быть инвестором, разобраться, инвестировать и уже четко понимать, где компания, действительно, классная, которая пойдет дальше и будет приносить вам доход. И где компания, извините, подождите, нет, нет, спасибо. Да. Все? Обучение финансовой грамотности сегодня, к сожалению, ему не учат ни в одном вузе. Нет такого, нет такого предмета обучения финансовой грамотности. Нам в вузах дают профессию, специальность. Финансист, финансист, вот я узнавала, финансист, 250 тысяч сессии, это, да, семестр. Не учат, не учат, как с деньгами надо себя вести, обучение финансовой грамотности, нет, потому что, потому что это никому не интересно, потому что надо, чтобы был рабочий персонал, потому что если сегодня все будут инвесторами, все пойдут с Финника, ребята, кто туда будет нести дворы, продавать нам овощи, фрукты, да, там, приносить нам одежду, и возить нас на такси. И я согласна с Доронином, да, с Кириллом, он совершенно правильно говорит, и он, и об этом будет очень открыто, ведь, ребят, компания Финника не для всех, не для всех. Да. Невозможно сегодня собраться всеми, да, и прийти к Финнику, а кто, извините, будет, ну, работать на работе, поэтому, давайте, мухи отдельно, как нет, и отдельно. вот, ну, все тогда, да, Настюш, рада была тебя видеть, я очень довольна, что у меня и подписчики тоже собрались, вот, я думаю, до многих долетела информация, и поподробнее уже углубиться в это все, и попробовать себя в качестве, в качестве, ну, инвестора, да, наверное, инвестора, на маленькой сумме вы можете совершенно спокойно, перейдя в Телеграм-канал, вот, разобравшись в этом, а потом дальше уже пойдут суммы, скорее всего, как у меня, когда вы уже научитесь экономить. Ребята, я в Телеграм-канале являюсь администратором, поэтому либо я, либо Лебеш, мы там 24 на 7, поэтому на все вопросы, на ваши ответы. Ну, я не 24 на 7, так что не обращайте внимания, если я там спустя некоторое время вам только отвечу, но вообще... Ну, то есть, да, ты предупреди, что если будет выходить и отвечать Настя, что Настя это я, что все нормально. не пугайтесь, как бы, ну, Настя, может, может Настя вам ответить, в основном, кстати, Настя вам и ответит, скорее всего. Я, мне проще голосовое и кружочки записать вот в Телеграм-канале, да, быстро какая-нибудь информация молниеносная, если прилетает, блин, ребята, срочно там, что-то, что-то, вот так вот. Ладно, все тогда. Да, рада была тебя видеть, я жду тебя в Кузбассе. Да, моя. Так, что у нас, Zoom, 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 а, ну, Телеграм-канал, скажем. А, да, Zoom, я сейчас расскажу, что завтра, завтра мы по горячим следам сделаем Zoom, конкретно также ответим на вопросы кэшбэка для тех, у кого они уже еще останутся недоработаны. Я думаю, в Zoom можно будет разобрать гораздо больше платформ, потому что, кто-то, например, скажет, что, ну, окей, с кэшбэком и так все понятно, я знаю, что это такое, да, как бы, окей, а что еще есть? Вот это 100%. Я подготовлю эту информацию и дам краткий обзор. Ладно, ну все. Да, пока. Все, хорошего вечера. Пока-пока, ребята мои. Пока. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok